И так, ну что ж, Ариару, мои маленькие любители, покушайте всего того, что вращается у микрофона, как всегда ваш покорный слугам Амору, и это великолепный Майнкрафт с модом Create. С моменты прошлой серии на самом деле здесь вообще ничего не поменялось в мире, только потому что мы остановились на самом интересном, и сейчас нам предстоит это все потихонечку продолжать. Мы пойдем дальше сейчас с вами по линейке квестов, и дальше будем что-то с вами придумывать. Для начала нам нужно заняться вот этим вот квестом под названием Реактор. Грубо говоря, там пишется, что вот эти вот предметы, которые мы здесь производим, которые вот здесь вот создаются, мы должны контролируемо взрывать. И после контролируемого взрыва сингулярность должна превратиться во что-то другое. Получается, мне нужна именно квантовая запутанная сингулярность. То есть, мне получается нужна вот эта вот сингулярность, плюс эндерпыль, которая у нас производится аж вот здесь вот. И тогда, и только тогда я смогу получить то, что мне необходимо. Получается, динамит у нас приходит сюда, эндерпыль у нас тоже здесь. Поэтому было бы неплохо все то, что производится у нас вот здесь, отправлять тоже в ту сторону. Давайте тогда этим и потихонечку сейчас заниматься сразу же. Я пытаюсь здесь придумать, как именно это должна вся система работать и существовать. Единственный вариант, пока мне приходит в голову, это сделать немножечко сейчас ход конем, но зато это будет все работать. То есть, у меня здесь по идее должны два предмета быть. Здесь вот получается эндерпыль, и вот здесь вот где-нибудь должен по идее прийти вот эти самые сингулярности. Это не важно. По идее, у меня здесь есть две нажимные пластины. Должны срабатывать, как только на них попадает вот этот вот предмет. И я должен активировать динамит, только когда на обе эти пластины помещен какой-нибудь предмет. Для этого мне нужно, получается, вот здесь вот над пластиной разместить, получается, какую-нибудь воронку. И как только, получается, вот здесь вот в драйвер будет попадать предмет, здесь будет лежать только один он. Я надеюсь, я правильно доходчиво объяснил, но факт того, что это все должно работать, замечательно. Я хотя бы примерную систему, как это будет у меня в голове, придумал Теперь осталось придумать, как это именно должно быть реализовано И придумать механизм, который здесь бы у нас, получается, сигнал NOR Делал от этих двух нажимных пластиночек Сейчас попробуем Я не знаю, есть ли тут мода на Redstone По идее нету, Project Red какого-нибудь А, нет, он здесь есть Значит, мне не нужно ничего другого придумать И вот и гейт мне, получается, нужно скрафтить Для него есть что-нибудь такого сложного? Да вроде все легко Провода, аллориум, медный слиток, Redstone плюс медь Получается красный сплав Да в принципе все очень легко Я бы не отказался сейчас парочку этих таких систем сделать Потому что они очень сильно мне понадобятся в этой схеме И это очень бы все упростило Вот 4 мне слитка сделаю Получается, я их сразу здесь переделываю в провода Вот и гейт я тут создаю И теперь идемте с вами экспериментировать Вот так вот получается у нас это все будет настроено Получается то, что я как только сразу сюда закидываю сингулярность Запитывается этот край Закидываю эндер пыль Запитывается этот край Получается то, что нам нужно тоже запитать вот этот вот край Закольцевать и все У нас получается вот этот вот выход Который по идее должен идти к динамиту Будет запитан Замечательно Осталось придумать способ Можно ли сделать это как-то чуть более чем компактно И да, это все прекрасно вот так вот выходит Жалко то, что приходится вот здесь вот немножечко места занимать Для того, чтобы это все работало Но главное, что все в принципе это работает Сейчас нужно задуматься о том, как именно мне нужно размещать здесь динамит Думаю, мне понадобится здесь обычная латунная рука Допустим, если я сделаю так, что динамит, к примеру, будет размещен здесь Это будет так работать или нет И взрыв Да, работает И получается у нас сингулярность оказывается ровно на той пластине, где и раньше она была Проблема теперь у нас тогда получается с тем, как собирать это все безобразие Вентилятор я разместил здесь Эндерпыль у нас здесь уже выпала Получается, я должен сейчас сделать динамит, который упадет, допустим, вот сюда вот Допустим, вот здесь вот взорвется И вот сюда вот я размещаю сингулярность Взрыв состоялся И почему-то вот здесь вот эта сингулярность остается И она не помещается через механическую воронку А если фильтр я убираю, то она помещается Но, блин, тогда встает вопрос немножечко в другом Хватит ли нам кинетической нагрузки для этого всего Сейчас нужно проэкспериментировать и посмотреть в реальных условиях Для создания реальных условий мне, допустим, нужно будет здесь вот сделать на постоянной основе автономный активатор, который будет постоянно взрываться То есть, получается, активатор будет размещать динамит вот здесь вот Помещать предметы в активатор я планировал именно сейчас с помощью вот этой вот механической руки Мне кажется, это будет оптимальный вариант Сейчас нужно будет немножечко перенастроить вот эту ситуацию Так, чтобы выход динамита был немножечко в другой драйвер Чтобы помещать предметы в депо для того, чтобы помещать его потом в руку Драйвер я немножечко здесь повыше перенес Теперь же мне нужна андезитовая воронка Так, чтобы это все попадало у нас в депо В депо это замечательно попадает Теперь я, получается, руке должен скомандовать так, чтобы попадали сюда Исходя отсюда Руку мы ставим сюда Кинетический момент передаем И все у нас замечательно пошло Сюда теперь мне нужно тоже передать крутящийся момент Но это, думаю, сейчас легко решится Передать-то, по-моему, передали Но проблема в том, что у нас не хватает кинетического момента Значит, сейчас нужно просто его взять из другого места откуда-нибудь О, все работает Активатор у нас здесь разместил без проблем динамит Динамит здесь тоже появляется периодически И, в принципе, меня скорость устраивает более чем Получается, мы размещаем на постоянной основе эндерпыль Здесь сингулярность и смотрим Взрывается это все или нет Взрывается и помещается Проблема в том, что некоторые сингулярности сюда тоже попадают Но, в принципе, это все работает Основная проблема в том, что вентилятор, видимо, слишком сильно и быстро крутится, вертится, вращается Из-за этого у нас ничего толком и не происходит Нам, значит, его нужно, по идее, замедлить Замедлил я успешно в два раза И снова запускаем эту машину Появилась новая ошибка Здесь неисправность Просто у нас сингулярности не попадают по какой-то причине вот сюда вот в фундук Это проблема достаточно большая Я думаю, это все потому, что у нас просто здесь воронка получается запитана И поэтому ничего не получается То есть нам нужно здесь сейчас как-то попытаться разместить воронку, чтобы не запитывать ее Допустим, это будет так, но смотрите, она все равно запитана Вроде у нас есть какие-то еще системы, с помощью которых мы могли бы это делать Желоб, он называется правильно У меня даже этих парочку желобов есть И он, по идее, должен выполнять роль воронки Размещаем Предметы двигаются вниз Допустим, если я сюда булыжник кину Конечно, это все взорвется, но зачем нам это надо? Но булыжник успешно поместился, куда нам нужно Теперь то же самое желательно, если бы у меня было сингулярностью Ну, кстати, это теперь работает Так как мне это нужно Этого вполне хватает расстояния, чтобы здесь появились маленькие сингулярности Эти сингулярности преобразовывались И успешно помещались бы в сундук Вот как раз переработались все сингулярности, которые мне и были нужны То есть, грубо говоря, эта вся система работает Осталось лишь сделать так, чтобы сюда вот подводились ресурсы в автоматическом режиме Но пока что запускать их я не буду, потому что это просто нам не нужно И все упирается в лишь факт хранения этих самых сингулярностей Они сбиваются в сундуки Их нельзя хранить в драйверах И зачем оно вообще нам нужно? Поэтому просто сейчас займемся тем, что постепенно их будем подводить Эндерпыль я подвел И осталось лишь подвести сюда сингулярности Только как это сделать, пока что еще до конца непонятно Потому что тут что-то придется, мне кажется, очень сильно колхозить Все готово Я это разместил сейчас немножечко сверху Но если потом мне очень сильно захочется Я размещу это, конечно же, внизу И с этим особо проблем у нас не должно возникнуть Главное, что у нас все это происходит Главное, что это все создается И у нас все это существует То есть, квест с этой задачей мы успешно можем выполнить Сейчас же наша задача состоит в том, чтобы выбрать наш любимый цвет То есть, нам нужно создать автоматическую систему по производству красителей У меня есть парочка идей, как именно это должно быть реализовано Как именно это создать и как именно это реализовать Получается, вот эту сингулярность я буду смешивать абсолютно с любым красителем В том числе и зеленым Значит, кактусы мне выращивать здесь можно И я могу успешно создавать систему по автоматическому выращиванию автоматических кактусов Если у меня, конечно же, эти кактусы есть, то будет замечательно И сейчас мне предстоит, наверное, очень много работы по созданию этой автоматической фермы Которая, по факту, мне не нужна, наверное, в больших масштабах Но боюсь, что кактусов придется мне создать прям крайне много Ну, если коротко, то как-то так Наверное, в районе часа у меня заняло, чтобы построить вот такую вот ферму Если вдруг мне не будет хватать ее мощностей То всегда это можно исправить, всегда ее можно увеличить вверх Это стандартная ванильная ферма кактуса Которая ничем не примечательная И, в принципе, нормально себе может здесь существовать Без моего какого-то участия И, в принципе, мне очень даже это устраивает Получается, здесь у нас растут кактусы Которые занимают ровно один чанг И в пределах этого чанга они здесь успешно существуют Пока я здесь строил эту ферму У меня накопилось приличное количество этого кактуса И нужно его как-то пытаться реализовывать Например, мне нужно его дробить через измельчение И получать зеленый краситель Мне очень безумно это нравится Потому что, в отличие от банальной переплавки Мы будем получать гораздо большее количество ресурсов И не тратить при этом какое-либо количество топлива В принципе, давай сейчас этим займемся Пока я это все строил, я столкнулся еще с одной очередной проблемой этого мира Как только я начинаю смотреть сюда Как все это вертится и вращается У меня начинает подтормаживать Есть парочка методов решения данной проблемы Например, когда мы дойдем до эндер-сундуков То это с легкостью можно будет оптимизировать Но надеемся, что чем раньше случится это, тем лучше Сейчас же мы с вами идем, получается, за колесами дробления Чтобы получить их и начать получение красителей Как для начала, я сделал так, чтобы отсюда сингулярности Взорванные уже попадали успешным образом в чашу И они здесь уже скапливаются Здесь у меня, получается, сделан теперь конвейер Откуда все кактусы будут, получается, по нему идти Вот здесь вот где-нибудь они будут дробиться По факту это особой роли не играет Потом они будут идти и попадать опять-таки в чашу Что очень даже замечательно Теперь же осталось только сюда передать крутящийся момент И сделать, соответственно, из этих колес колеса дробления Колеса крутятся И последний нюанс Сейчас главное, чтобы в ту сторону был крутящийся момент И тыдыщ А вот здесь вот не в ту сторону Сейчас немножко переделаем Теперь все так И, по идее, это все должно успешно, даже более чем успешно, работать Только теперь сюда надо поставить габаробулыжник Так, ага Так, а что у нас не так? Не так у нас только то, что они вращаются, по идее, не в ту сторону Это не так уж и чтобы серьезно Сейчас исправим Исправили И сейчас убираем отсюда кактусы, которые уже переработались Ненужные И главное, что вот пошел у нас сюда краситель Так, почему-то только краситель сюда не хочет идти особо А, потому что слишком много сингулярности сюда за раз пришло Понятно Давайте сейчас сделаем здесь пресс Успешным образом Чтобы это уже все начало работать И было бы все замечательно Так, пресс мы разместили И последний нюанс Это всего лишь крутящийся момент Пресс пошел работать И нужно сейчас передать крутящийся момент О котором я совершенно забыл Но сейчас это быстро можно сделать Если я сделаю когда еще вот здесь вот Все Так Вопрос Почему краситель? Видимо, я не так сделал Тут не нужен выход какой-то И должно нормально существовать это все Все, наконец-то Они начали копиться здесь Четыре стака Сингулярности у нас успешно здесь размещены Они не стакуются Эти хроматические сингулярности Но и дофиг бы с ним на самом деле Но сразу, пожалуй, я сюда эти апгрейды запихаю Поскольку этих сингулярностей, я подозреваю, будет слишком много Полностью в автоматическое производство Я не буду их пока что пихать Их делать из них Поскольку тут еще много нюансов Которых я не знаю Насчет квестов Катарсис мы успешно завершаем Ваш любимый цвет мы забрали Окраску мы забрали И теперь что тут дальше нам надо сделать По идее спектральная коррекция Красный Ага Получается дальше Что нам нужно делать Это получается Мы будем Этот шарик Дробить Еще раз В колесах дробления И получать С разным количеством Шансов Эти шарики с краской И дальше эти шарики с краской Мы будем Тоже куда-то девать Куда-то дальше что-то использовать Но я думаю Что это уже будет В следующей серии Нам еще предстоит Очень много чего делать Очень много что изучать И много что исследовать Я считаю то что Эта серия была максимально Продуктивной И мы смогли Очень далеко продвинуться В изучении Этой чудной сборки Но А пока что на этом все Всем спасибо что смотрели У микрофона был как всегда Ваш покорный слуга Мамору Еще услышемся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok